Подпишись на канал, нажми на колокольчик, оставь комментарий, поставь лайк или дизлайк, и я тебе буду очень благодарен. Обнял! Я же здесь этот, как бы серый кардинал-то, но я здесь нахуй не нужен, в этом все. Привет, ребят, не знаю, видно меня там или нет, не это неважно. Привет, за звук особо не это, нас не гнобите, потому что, ну не готов был, у меня нет с собой микрофона. То, что есть, то есть. Будем стараться говорить громче, чтобы вам все было видно, говорить громче, чтобы вам все было видно. По факту продолжаем первый, самый первый небольшой опыт, и вот о нем сейчас и поговорим. Давай, Федь, у тебя прошло две... Так, у меня прошло, получается, две смены. Давай сначала плюсы. Да, на самом деле она очень резвая, и так как управление немножечко было незнакомо, по слову, вообще, наверное. Вот. Ну, привыкал я недолго, наверное, полсмены, и, в принципе, пошло все нормально. Если делать, опять же, все аккуратно, не спешить, как всегда, как при освоении, скажем, любой техники, все получается плавненько, несмотря на то, что она прям вот, ребят, очень установка. Это прям сегодня уже получилось третий раз, третья смена, уже все, все хорошо. Это очень большой плюс, то, что установка и головка очень шустренькие. Дальше. Сегодня получилось так, что пилил я болото по проходимости. За счет, опять же, того, что у нее восемь колес, а не шесть, центр тяжести немножечко смещается. Проехал я довольно-таки спокойно, хотя болото было, на самом деле, топкое. Ты имеешь, наверное, плоскость, а вот именно, да, поверхность? Да, именно сама площадь опоры получилась. То есть, я почему-то думаю, что она больше из-за этого, несмотря на то, что она внешне кажется более какой-то громоздкой, чем те же Камасу либо Джоники, это нисколько не повлияло на, как это сказать-то, проходимость по этим слабонесущим грунтам, скажем так, да. Дальше, еще одна особенность. Когда я начал что-то как-то маленько понимать, я думал, что мне очень будет мешать то, что распределитель вынесен вообще отдельно, и он находится именно на рычаге. То есть, первую смену получилось так, что не было практически подсада, и все, что я брал, это были одиночные деревья. Расстояние было большое, да? Да, расстояние между деревьями было достаточно большое. То есть, вчера было уже похуже, уже попадался подсад, сегодня была вообще жопа. Я думал, мне будет мешать вот этот именно сам блок, за счет того, что пропихивая голову между деревьев, она будет где-то за что-то цепляться. Нет, в принципе, все оказалось удобно. Ни разу я ничего там не отсадил, ни разу у меня ничего это не помешало. Дальше, управление. Управление, первую смену я пристраивал руки, потому что непонятно вообще было, как это делать. Тут же руль, тут же у меня поворот установки, тут же у меня кнопка подъема головы, тут же у меня кнопка закрытия и открытия ножей и вальцов. Сегодня, вчера уже более-менее я нашел те именно места. Потом будем снимать в лесу, я покажу. Ну, опять же, это как мне, так и Лехе было удобно держать руки именно вот так, на джойстиках. То есть, это средний палец получается у нас подъем-опускание и работаем и вот получается тремя пальцами. Как и подразумевалось изначально, руки с джойстиков не убираются вообще. За всю смену, то есть, если не выходя там, не знаю, что-то проверить или поставить на место слетевшую цепь, поменять шину. Ну, руки у вас постоянно на джойстике. Вот, за счет, опять же, этой волшебной педальки, да, это полностью все. Да, да, да. Это полностью все как-то, вот, когда ты по этому привыкнешь, работает так охуенно. Тут же руки, тут же ноги, тебе вообще не надо на что-то отвлекаться, ты тихонечко подъехал, тихонечко отъехал, подрулил. При всем том, что ты не отвлекаешься на какие-то посторонние действия вообще. Руки у тебя постоянно на джойстиках, это, как для меня, это большой плюс. Не знаю, кому это. Хотя, вот по идее, да, ну, рассматривать это как, ну, какой-то серьезный плюс, немного странно, да. Но когда ты именно работаешь, вот почему-то, я думаю, что очень многие сейчас, ну, подумают, что мы какую-то херню обсасываем, да. Ну, вот. Нет, это поймет именно человек, который вот... Не-не-не, это понятно всем, наверное, кто вот, знаешь, кто вот долго работает, я не знаю, вот как-то вот, может быть, кто начинает. Или, может быть, наоборот, кто очень долго работает на одной и той же машине. Может быть, какие-то, я не знаю, по какой причине, но я думаю, что кому-то может показаться, что это какая-то херня. Но когда ты в нее садишься, после многих машин, ты понимаешь, что вот оно, когда ты понимаешь, насколько на самом деле много лишнего всего было в других машинах. Потому что ты здесь сделать можешь абсолютно то же самое, не вая никуда пальцы, то есть всегда находясь в одном положении. Короче, плюс здесь вот во всей этой эргономичности данного управления, это то, что ты не отвлекаешься вообще ни на что, вообще ни на что. Вот у тебя лес, вот у тебя агрегат, взял, спилил, раскрижевал, взял, спилил, раскрижевал, подъехал, все вообще просто, все удобно. Можно взять тот же гусеничный, допустим, Харвестер. Ребята ездили, нажимая ногами на эти же педальки, да, получается, правая-левая гусеница. Я так делать не мог, не знаю почему, может, у меня ноги не развитые, может, я долбоеб. Я постоянно убирал руки с дойстиков и постоянно руками, то есть вперед-назад, вот. То есть вот это вот... А помнишь, когда ты после нее садишься на другую машину? Все сидишь вот тут, да, да, после гусянки, да, получилось так, что мы с Лехой пришли на джоник, он уже работал на колеснике, я нет. И у меня постоянно рука тянулась к компу, там нет нихуя, там нет этих рычагов. То же самое, когда ты переходишь на, не знаю, с колесника на эту же гусянку, ну, блядь, то же самое. Ты ищешь вот эту кнопку, которой нихуя нет, вот они впереди у тебя. Так что здесь, в этом плане, по-моему... Короче, по управлению плюс. Да, ну, лично мне понравилось, я не знаю, кому как вообще. И опять же, лично для меня, как сказать, в сравнении с КамАЦу 911.5, который был у меня самой крайней машиной. Ты заглушил ее, ты завел ее, ты закрыл дверь, поднял лесенку, все, у тебя включился компьютер. 4-5 секунд, по-моему. Все, тебе не надо ни что там подтверждать, тебе не надо ничего вообще добавлять. Залез, подключил, подтвердил, так, дверь закрыл, да, позвонить надо сначала. Позвонишь в КамАЦу, говоришь, да, я все, залез, я залез, друзья мои, я залез. Звоните в США. Звоните в Японию, я работаю на ней, все, я на ней работаю. Посмотри, короче, по плюсам, пока только мелкие, потому что, ну, то есть пока вообще по управлению, потому что не было глубокого, ну, какого-то познания машины, да, то есть пока поверхность, ну, что только работа. Все, это нормально, все в порядке, первые пару дней всего. По минусам давай. Так, из минусов, чего-то такого, я не знаю, явного я не заметил, возможно, они будут дальше. Есть некоторые неудобные моменты, лично для меня, опять же, одним из них является то, что дверь открывается не так, как на других машинах. Это да, это да. Вот, объясню, в чем дело. Вот, ты сидишь на месте оператора и практически везде, на гусянке, на Вольво, на Катах, на Камацу, на любой, то же самое, как и на колесниках тех же самых, включая туда же Джоник. Все двери, практически все двери открываются. Ну, от лица, грубо говоря. От лица, да, назад. То есть, вот, у тебя дверь открыла, вся, вся. Дверь открылась, ты вышел, все, пожалуйста, пошел куда хочешь. Здесь дверь открывается, как в обычном автомобиле. Здесь идешь только в Данию. Здесь в Данию. Ну, ты просто говоришь, ты там говоришь, ну, и пошел куда хочешь, а здесь что, блядь? Ну, никуда хочешь, куда нужно только. Куда нужно, да. В общем, да, дверь открывается, получается, с другой стороны, и вот этот есть момент какого-то обхода, что ли, ее какой-то вот такой. Да, проблема в чем, сейчас объясню. При замене цепи, как, допустим, я менял на том же Джонике, на том же Камацу, я подводил головку прямо к гусенице, открывал двери, выходил, вот здесь же все это менял. Здесь за счет того, что нет крана, и тебе приходится глушить машину, ну, нет доступного, скажем так, крана, да, тебе приходится глушить машину, ты открываешь дверь, головку тебе сюда не подвести, потому что тебе нужно выйти. Вот такое расстояние всего выхода из кабины. Угу. Сразу скажу, особо тучным людям, и людям с нарушенным, блять, обменом вещей есть, как у меня там что-то... Ты что, ближайшийся кофе? Тебе так сильно это задевает, да. Будет немножко неудобно выходить из кабины, опять же, это все индивидуально. Вот. То есть дверь здесь открывается, тебе нужно выйти, обойти, если это болото, если это какая-то грязная местность, торфянник, это лишняя проблема, лишняя какая-то, ну, чисто для меня, не знаю. Ходьба, короче. Да. Лишние движения, которые вроде бы как бы и не нужны. Смотри, другая сторона. Я с тобой абсолютно согласен, что это просто заставляет какие-то, ну, неудобства, пока ты не привыкнешь. Да. Я абсолютно согласен, да. То есть я со временем просто стал подводить бошку, да, как я тебе говорил, да, то есть я начал подводить бошку максимально по возможности установки. То есть повернуть ее максимально и сразу выйти, грубо говоря, к ней. Ладно. Просто есть другой момент, что, я думаю, кто-то может ляпнуть подобное, что ты можешь ведь и по пути что-то замерить, ну, например. Понимаешь? Ну, то есть ты пошел менять, то есть пока ты обходил, ты можешь 3-4 ассортимента померить по длине, например, проверить длину. Да, да. То есть есть вот эти какие-то, знаешь, то есть я раньше, когда курил, у меня был этот, ну, это же вообще, то есть замена цепи, это курива. Это всегда была такая херня. То есть те, кто курит, я думаю, поймут меня, что когда ты ведешь менять цепь, ты уже закурил, все. Даже если ты его только что выбросил, даже если ты не закурил до этого, ты сразу закуриваешь еще одну. Ты ту, которую не докурил, кладешь рядом, эту куришь заново, пока меняешь цепь, потом эту заходишь и закуриваешь. Я не понимаю вас. Ну, на самом деле, короче, да, вот раньше у меня тоже была эта проблема, то есть, ну, на самом деле, все время юзал только все покурить сходить. Это правда, есть такая история. И, по идее, можно, например, что-то замерить. Ну, это я просто так, я не знаю, это херня какая-то, но, тем не менее, это можно использовать так. Потому что я, если честно, не совсем понимаю, почему совсем так, ну, вообще, почему они сделали такую систему открывания двери. Не знаю. Ну, может быть, из-за того, что там просто огромная, если целая стенка открывается, знаешь, как-то фиг знает. Она же большая, хотя и этих тоже делали большую B на B-serie, тоже у них огромная дверь. Так, и B, и D, они все практически полностью открывали. Да, 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 большая, да. Не знаю, почему так. Ну, в общем, это немного необычно. Это немножко, скажем так, напрягает, да, но, опять же, все дело привычки. Возможно, это кто-то вообще найдет в этом плюс. Скажет, вот, зато грязь не летит у меня, ничего тут не залезет. Я то, как обычно, открыл. Я тебе понял, да. Не знаю, тут что-то какая-то, если вот подсад такой стоит, да, это все тебе вот в кабину, бам. Тебе надо либо отъехать, чтобы это закрыть, либо дай вообще-то не вылезь на хрен в такие кусты. Да, чего ты вообще вылезешь? Какого хрена ты вылезешь? Если честно, знаешь, почему я думаю? Я думаю, что они сделали вот, они делали конфигурацию лестницы и конфигурацию открытия двери совместно. Понимаешь? Кстати, да. Чтобы лестница не падала параллельно. Да, да, да. Чтобы перпендикулярно, чтобы она не падала. Чтобы ее не делать перпендикулярно, которая отрывает обычно там или что-то, да. А не сделать так, чтобы она собиралась вот сюда. И она, получается, по диагонали заходит. Чтобы по диагонали заходить, можно открыть с этой стороны. Понимаешь? Наверное, все-таки, да. Да, потому как конструкция лестницы, ну, более бюджетного варианта я вообще не встречал. Она даже с одним шлангом всего, видел? Да. Она всего с одним шлангом. Всего один шланг. Она опускается всегда сама. Там до такой степени простая конструкция какая-то. Вообще там получается вот этот профиль и к нему просто приварены рифленые какие-то ступеньки. Все. А с другой стороны у них, получается, стоит цилиндр. У него всего один рукав, который только поднимает. То есть, опускается навсегда сама. Заметил? Да. Он такой, причем здоровый, просто один шток. Там даже, я не знаю, есть там вообще что-то споршнее. Просто один шток такой. Да. Ну, может, да, скорее всего, да, из-за этого. Но, опять же, как по лестнице, на мой взгляд, это все очень удобно. Лестница там прям в тему. Я согласен. Я просто говорю, я это тоже, как и ты, заметил, когда работал первую неделю. Угу. То есть, сейчас для меня это вообще уже срать. Абсолютно срать. Потому что, просто я для себя, ну, короче, если на то пошло, давай сделаем так, что когда-нибудь потом я скажу там свое мнение. Когда-нибудь потом, да. То есть, сейчас пока вообще не об этом. Просто я нашел для себя более серьезные плюсы, которые для меня перекрыли какие-то вот такие минусы. Вот и все. Ладно, это уже не о том речь. Давай, по минусам. Что еще успел? Еще по минусам. Именно по управлению. Управлению машиной на дороге. На дороге, да. Поворот. Получается, у тебя клавиша под большим правым пальцем. Курок тот самый. Да, тот самый курок. И по первости, нажимая его подруливая машину право-лево, я загибал джойстик. Соответственно, загибаешь джойстик, у тебя поворачивается голова. А так как она еще шустрая? Так как она очень, да, достаточно шустрая, то это происходит вообще быстро. Соответственно, перекручивание шлангов. Немножко попривык я уже на второй день. Сегодня уже было более-менее. Но по первости, да, это немножечко, так скажем, напрягает. Напрягает именно то, что у тебя в одной руке очень много функций. Да, которые и тут вот думаешь, что может быть, да, стоило бы именно руль сделать как-то по-другому. Хотя бы под правую руку, да, сделать отдельный, как на том же, не знаю, подборщике на 574-м, не знаю, катапиллере. Там было очень удобно, там же была ручка вообще отдельно выведена с клавишей. Угу, угу. Вот. А так, 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 по каким-то еще минусам, ну, не знаю, пока, пока, пока плюсов больше, скажем так, чем минусов. Каких-то мелочей, таких как один дворник на лобовом стекле, просто первый день был очень солнечный. Было немножко, скажем так, неудобно. Очень сильно садилась пыль и приходилось выходить и прям чистить, прям чистить вот эти боковые стекла. Да, да, то, что не достает, да? А, ты между просто, сами боковые, все, поем. Пыль, сам осадок. Боковые именно. Да, 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 боковые. Правое и левое все, поем. Вот. Тоже самая защита от солнца в виде сетки, которая впереди, там же не получается не отражающая эта пленка, а там сетка такая. Вот. Тоже сбоку их нет, сзади их нет, хотя, в принципе, они не помешали бы, скажем так. В солнечную погоду в открытом полностью, в открытой полностью кабине это очень поднапрягает. Вот это вот вообще недостаток, я считаю. Ну, то есть, по комфорту это недостаток. Потому как все-таки, наверное, знаешь что, если бы, наверное, было бы, опять же, это же на обзоры влияет. Если бы был кондер, было бы, наверное, у нас пока кондера просто нет. Угу. Не так бы напрягало. Но по солнцу именно, то, что он мешает, да, осваивается? Нет, это сейчас пока хорошо. Мы пропиливаем дорогу. У тебя и справа, и слева стоят стенки леса. То есть, ты, грубо говоря, просасываешь только когда, вот, там, полдень тот же самый. Через час уже все нормально. Вот. Фигни. Короче, ну что, плюс-минус у тебя все. Давай, общее впечатление. Общее впечатление какое? Работать на ней можно. Если вы с опытом, если вы немножко, хотя бы у вас какая-то была разношерстная техника, скажем так, и гусеничная, и колесная. И буханка там, например. И буханка, и запорожец, и инвалидка. Да, да, да. Если все это у вас было, ничего, ничего страшного. Вот. Если у вас есть какой-то минимальный опыт, вы вполне с ней справитесь и найдете свои плюсы. Еще одно. Так же, как и тем, кто ищет опыт, да, для этой машины. По простоте, именно по простоте использования, обслуживания в работе, я считаю, что это будет, наверное, намного попроще, чем садить человека на новый джендир за... Сколько сейчас? 50-40 миллионов? 40, наверное. Вот, да. Нет здесь ничего такого сверхъестественного. Здесь именно все просто. И научиться здесь, я тоже думаю, что, наверное, будет человеку попроще. В дальнейшем уже будет видно. Появилась мысль как-нибудь задавать некоторые вопросы, какие-то серьезные вопросы по поводу производства, может что-то написать. Я задам их непосредственно одному из производителей этой техники. То есть я буду звонить в Данию и задавать некоторые вопросы. Мне самому стало интересно задать несколько вопросов. Как производилось, почему они решили вот, например, с Россией работать, вот эти такие вещи. Я хочу позвонить ему за эти вопросы с переводом. Я, естественно, все там переведу и озвучу. Я постараюсь все сделать. Сервисный механик. Его зовут Айби Норлин Краус. Его зовут. Очень крутой дядька. И пишите какие-то вопросы. Может быть, прямо вот... Ты мне сейчас напомнил этого. Ведущего своей игры. Не-не-не, который... А спонсор нашей программы фирма Эрри Краус. Эрри Краус. Он же, сука, так и говорил. Короче, да. Один из... Один из создателей Айби. В общем, вот мы с ним общаемся. И если есть какие-то вот прям такие вопросы по... Ну, не знаю. По фирме. Потому что очень много же есть там сказок о том, куда там они дальше подвинулись. Напишите. И, может, что-то задим. Ну, там, возьмем какой-то вопрос, зададим. И я потом задам этому дядьке. Очень крутой мужик. Вечно помогает. Всегда. Абсолютно никогда не отказывает в помощи. И уже даже, то есть, грубо говоря, покупали через него запчасть. Он нам ее отправил. Очень быстро постарался все сделать. Но вне, как скажем, политика страны нашей и вообще Европы очень сильно затруднила. Но, тем не менее, он очень хорошо помог. Вульф, красавчик. Ты охуел? А что бы ты сказал при встрече с Вульфом? Вы охуел. Это же мой сценарий. Это сценарий мой. Ты что не видишь бой. То тут главный герой. Он видел текст сырой. За кровь и рядом не стоит. Лучше язык за зубами, чем болт за щекой.